Это анализ рынка. 19 января 2021 года. Рыночный фон на сегодня такой. Азия в плюсе, фьючерсы на США, ЕС в плюсе, нефть в плюсе. Фон на сегодня, в принципе, позитивный. Это видео будет на 10-15 минут, поэтому тайм-кода к нему я писать не буду. Перед началом видео хотел бы презентовать к рассмотрению канал Антонов. Такой Антонов. На данном телеграм-канале говорится все о финансовых рынках, экономике, управлении капиталом, технологиях блокчейн и криптовалютах. Автор канала является известным спикером по темам финансовых рынков и новой экономики на международных конференциях и локальных предприятиях, а также в университетах. Ссылка на данный телеграм-канал будет в описании к данному видеоролику. Сразу бы хотел перейти на позиции участников рынка и указать еще раз на то, что шартовых позиций в российском рынке все еще очень много. Я бы сказал даже критическое количество. Это первый нюанс. Второй нюанс касательно валютного рынка. Сейчас на Форексе пара рубль-доллар стоит 73 рубля 80 копеек. При этом валютная пара торгуется внутри формации треугольника. Вот эти две синие линии. В чем суть? Пока нельзя сказать точно, куда будет выход из этой формации. Но выход будет импульсивным. Первый нюанс. Сегодня будет заседание Джанет Йеллен по вопросам американской валюты и дальнейшей экономической политики Америки. Второй нюанс. Уже на днях будет инаугурация Джозефа Байдена, президента. Поэтому до этого времени валютная пара, скорее всего, будет торговаться внутри данной формации. Треугольник внутри такого вот зеленого боковика. Но, в принципе, то, о чем я ранее с умения выражал. Все-таки по совокупности факторов, учитывая то, что сейчас нефть стоит 55 долларов за баррель, Соответственно, в моменте логично было бы паре рубль-доллар сходить вниз куда-нибудь на уровень 71-72 рубля за одну единицу американского доллара. И уже потом, на фоне риторики ужесточения политики по отношению к американской валюте со стороны Минфина, было бы логичным устроить шортовый вынос в индексе доллара. Потому что шортов там немерено. И в чем еще фокус? Он касается рынка облигаций. И что бы я хотел про него сказать, это то, что вчера Силуанов сообщил, наш глава Минфина, что они поставили задачу к 22-му году выйти на нормальную денежно-кредитную политику. И он как бы намекает со стороны Минфина, ну и в том числе косвенно со стороны ЦБ, то, что будет ужесточение денежно-кредитной политики. И все это вызвано в связи с тем, что на аукционах УФЗ мало кто в последнее время выкупает эти облигации федерального взаима, гособлигации российские. Мало кто почему. Ставка минимальная, доходность никак не окупает риски. Поэтому и об ужесточении ДКП я в принципе и раньше своими не выражал, а вот это уже подтверждение, жирное подтверждение тому от государства, то, что они будут ужесточать очень скоро денежно-кредитную политику. И нужно быть к этому готовым. Потому что увеличение процент ставки автоматически приведет в активацию привлечения денег со стороны и нарезов в российский долговой рынок. Приход новых долларов, конвертация их в рублей, в принципе, и поддержит курс нашей национальной валюты. Данный фактор надо учитывать. Жирный сигнал уже получили. Что касается рынка нефти, я бы хотел отметить следующее, что сейчас идет ход торгов в пределах вот этого. На смене трендов, то есть вот есть розовый нисходящий тренд, верхний грани этого канала и две пунктирные линии восходящего. В чем суть? Тут тупо битва за тренд. Сейчас перейдем просто на недельной графике, покажу четко. Вот видите, абсолютная четкость. Конечные цели прихода нефти, скорее всего, уже в текущем году, будет диапазм 60-70 долларов за баррель. Важный нюанс заключается в чем, еще раз напомню. Не в том, что где-то какие-то запасы растут по нефти, на НПЗ и прочее. Нет, сейчас нужно акцентировать фокус, то есть смотреть внимательно за, повторяюсь, индексом доллара. DXY из-за риторик главы Минфина по вопросам уже экономической политики. Минфина США имеется в виду. Еще раз, тут имеется большое количество шортов, которые необходимо в скором времени вносить, и автоматический рост индекса доллара приведет к коррекции все сырьевые рынки. Ну и, соответственно, будет уже коррекция на всех развивающихся рынках. Это в первую очередь преимущественно, потому что это сырьевые рынки. Поэтому последим сегодня внимательно за риторикой Джанет Йеллен и уже посмотрим, что там будет и чего ожидать, а чего не ожидать. Все видим по факту. Но еще раз, конечная цель, моя личная цель, это 60-70 долларов. Зеленая область. Дальше уже видно будет. Но, соответственно, растущий тренд в пределах коррекции. То есть рост, коррекция, рост, коррекция, рост, коррекция. Потому что пятая волна роста завершится именно в этом диапазоне. 60-70. И, скорее всего, уже в текущем году. Касательно долгового, касательно, точнее, драгоценного рынка драгметаллов и трежерей американских, отмечу сразу то, что сейчас по недельному графику доходность этих трежерей с американской гособлигацией растет, в связи с чем и драгметаллы находятся в коррекционном движении. Я отмечу, знаете, сразу то, что... Опять вернусь сюда. Отмечу сразу то, что американцы денежную критополитику будут тоже в скором будущем уже ужесточать, повышать ставки. С чем это будет связано? Это будет связано с инфляцией во всем мире. Потому что именно туристы будут теми главными инициаторами, что ли, производными инициаторами растущего потребления. Ну, я имею в виду потребление на круизы, на туризм и прочее. А авиакомпании уже автоматически будут потребленцами нефти, потому что надо туристов перевозить из точки А в точку Б в разные уголки мира. То есть туристы будут главным фактором в основании всей мировой экономики. Сектор туризма имеется в виду. И вот этот, то есть фактор, сподвигнет в дальнейшем, если уже сейчас инфляционные ожидания растут, то в дальнейшем будет просто рост инфляции в мире. Поэтому при пробитии таргета цели инфляции в США 2% и уже походу к 3% автоматически доставит ФРС, заговорит об ужесточении денежной кредитополитики, то есть увеличении процентов ставок, рост процентов ставок и сворачивании программы количественных ченей, то есть КУЕ. Так что за этим необходимо следить. И еще раз, до этого момента, я думаю, доходности по трежерям еще вниз разочек сходят. И на этом факторе мы просто увидим рост цены на драгметаллы. Тут потому что, если посмотреть на уже исторический график, трежерис, падать шибко сильно, больше некуда. Все, мы уже на дне. То есть не мы, а доходности американские на дне находятся. И помните одно то, что драгметаллы, драгоценные металлы, коррелируют с этим индексом доходностей. Доходность растет, драгметаллы падают. Доходность падает, драгметаллы растут. Поэтому такую наводящую метку я сейчас указал. Что уже касается нашего российского рынка, он торгуется в условном тоже треугольнике. Самым главным сопротивлением будет диапазон 1585-1650. Я отмечу сразу первое то, что на дневном графике, во-первых, гэп еще не закрыт. Уровень 1515. Второй гэп имеется на уровне 1597. Да, индекс наш формирует формацию двойное дно. Это, в принципе, отлично. Поэтому цели пока сверху имеются. Но и при этом наш индекс тоже торгует сейчас в восходящем тренде. Поэтому пока быки здесь довольно крепки. Ну и второй нюанс, потому что шартов в рынке у нас, конечно, еще довольно много. Поэтому, учитывая сегодняшний позитивный фон, ну, как минимум, будем торговаться в этом диапазоне. 1465, дефис 1512. Что касается S&P 500, еще раз напомню, что при повышении процента ставки в США, оно все равно скоро будет. Скорее всего, 22-й год, потому что инфляция к этому времени тоже будет постепенно расти. Повышение инфляции, сокращение QE, это на рынке будет давить очень сильно. То есть, не повышение инфляции, то есть, а ужесточение денежекредитной политики. Потому что инфляцию необходимо контролировать центральному банку. И суть в том, что этот фактор, ужесточение ДКП и сворачивание QE на американский рынок будет влиять довольно негативно. Поэтому и под давлением он все равно рано или поздно окажется. Но не сейчас, нет, не сейчас, а в перспективном будущем. То есть, когда инфляция уже пробьет потолок в 2%, пойдет к трешке. Возможно, конец этого года, начало с следующего. Вполне себе реально. Время для этого еще есть. Но напомню еще раз, что отрыв от этой синей линии, восходящего тренда, скажем так, 30-летнего, бывшего сопротивления, он к себе будет цену потом притягивать. То есть, когда уже фон рыночный изменится на негативный, молниеносную коррекцию в этом индексе мы и увидим. Вот в эту зеленую зону. 3.200, 3.400. Поэтому что-либо покупать сейчас спекулятивно из акций на краткосрок-средний срок я бы не стал. Ни американский рынок, ни российский рынок, потому что эти рынки уже немного перегреты. В общем, если подводить итог, картина, в принципе, на сегодня умеренно позитивная. Рыночный фон. И необходимо будет сегодня проследить за тем, что будет говорить Джанет Йеллен по отношению к экономической политике, потому что все-таки ее в рынке прозвали мать бычьих рынков. Но вот мы и посмотрим за риторикой, так ли оно есть на самом деле или нет. Потому что, как вот я сейчас вижу ситуацию, американцы прекрасно понимают то, что огромное количество ставок сейчас рынок делает на дальнейшую эвальвацию доллара. И вот этот толпун нужно как-то развести. И они это и сделают. Просто еще раз скажу по поводу валютной пари. Сейчас у нас в этой торге формация треугольника, пара рубля-доллара. Вообще логично, еще раз логично, было бы пробить ее вниз, поход куда-нибудь на уровень 71-72, такой с небольшой проторговкой, и дальше уже устраивать именно шортокрыл, то есть шортовый вынос на международном валютном рынке в индексе доллара. То есть рост индекса баксов равно коррекции на сырьевых рынках, на фондовых рынках развивающихся стран, ну и на развитых в том числе рынках. Коррекция в том числе оптимальна. Поэтому последим, что сегодня нам будет говорить, и будем держать руку на пульсе. Ну и соответственно, инвестпозиции все равно я по рынку держу. Спекулятивный капитал у меня пока свободен. То есть я без спекулятивных позиций сейчас нахожусь. И только при рыночной коррекции я буду постепенно подбирать российский рынок и даже, возможно, американский рынок под спекуляцию. Потому что, если брать Америку, желательно, конечно же, подкупить именно валютную пару рубль-доллар по более низкой цене, хотя бы на 2-3 рубля ниже нынешней стоимости. Оно так было бы намного комфортнее торговать. Потому что и идеи на американском рынке в том числе имеются. Спекулятивные имеется в виду. В общем, я сказал все, что хотел сказать. Сегодня ожидайте обзор по американскому банковскому сектору, а также основы биржевой торговли. Обучающее видео. У нас имеются телеграм-каналы. Они находятся в описании к всем видеороликам в этой синей выделенной зоне. А также список телеграм-каналов находится в закрепленном сообщении в третьем пункте под каждым видеороликом. Вот здесь тоже синяя зона, вот эта выделенная. Третий пункт. На них подписывайтесь и будьте в курсе всех событий заранее. Потому что материал, который предоставляется там, только потом попадает на YouTube. Помните, что мы все обречены на прибыль лишь время и грамотная, краткосрочно-среднесрочно-спекулятивная стратегия нашей главной союзники. На этом все. Благодарю за внимание и до свидания.